И снова здравствуйте, дамы и господа, возвращаемся на третью, уже точно решающую карту в рамках этого противостояния замечательного Ньюби и Spark King Arrow Gaming в рамках CDA Dota 2, буду теперь так это называть сокращенно, потому что лень, ну не лень, но тяжело произносить полное название, это у нас получается China Dota 2 Professional Association League, ну лига, правда лига в названии нет, но все-таки это лига, не забываем. Да, и у микрофона по-прежнему для вас работает Lost Gem, и у нас, ну я надеюсь, что будет невероятная третья карта, судя по всему. Но третья обычно карта яркая, обычно, то есть у нас вот убираются все вот эти вот Ember из четверок, Чен из троек, и команда, которая ничего не делает 25 минут, неожиданно начинает хорошо играть, неожиданно начинает стараться, поэтому обычно, когда вот я уже комментирую матчи этой лиги, я в принципе понимаю, что я сразу хочу откомментировать третью, потому что первые две, они, ну там как бы особо никому не интересны. Там одни быстренько одних чериков слили, потом вторые слили первых, и только на третьей игре начинается замес. Ну, посмотрим, как будет здесь в любом случае. У нас тут пока что Чен, Феникс, Легионка от команды Спаркинг и Роу Гейминг, ну а снизу котел, гирокоптер, и ждем пока что, что будет дальше. Так, по банам. По банам у нас, в принципе, ничего удивительного, только стоит отметить бан виспа. Это опять же, я так понимаю, они хотят гирокоптеру отдавать, ну и Марс отправили также на всякий случай в бан. Ну, как и Дазла. Дазл, конечно, был на первой карте очень даже хорош. Ну вот теперь вопрос, кого забирать дальше. Гирокоптер теперь без лучшего друга остался, своего. Но пока он сейчас вообще не улыбается, значит, пока он вообще не улыбается, Легион Командер покупает бэдмейл, и гирокоптер без бкб убивает сам себя. При этом Легион Командер с пресса атак, снимает с себя дебаф плейдинг лайта, и быстро вырубает виловисп. Легион Командер очень хорош на первой стадии. И в одну и во вторую сторону. Лейну ты сегодня видел, Сань? Да. Как тебе она? Неплохо. Неплохо? Неплохо. Нормально. Нормально. Ну я не могу никого винить, я же комментатор. А мы никого и не винием, Сань. Ну вот, поэтому я говорю, что было. Как тебе? Могло быть, я скажу так, могло быть и хуже. Вот, так что нормально. Не самая худшая Лена, мне кажется, была, но да. Ну вот Войт появляется, например, который уже был на прошлой карте, и показал. И он льет соляру. Если опять каким-то образом игра дотягивается, он душит всех троих. А если будет продолжение второй игры, то он уже, наверное, выиграет игру в 20-й минуте на слотах. Ловить его сложно. Берстить его можно, но это все нужно будет делать под рором Бессмастера. Желательно давать рор, пока у Лича не появятся глимеры и щита. Тогда он будет Войт неплохо сэвить. И Бессмастер, он украшает пикнюби. Он, конечно же, слабоват против Легион Командера. Тут просто кастует пресс за атак, но им хорошо разбивает яйцо. Есть Слайвижн, за счет которого можно начать драку первыми. Можно, опять же, ворваться в Легион Командера. И он хотя бы танк для этих бравых ребят. Да. Бессмастера ты вспоминал еще на прошлой карте, я помню. Говорил, что против него... Но, как мы видели, им было пофигу на прошлую карту. Они уже были всеми мыслями в третьей, поэтому они вспомнили о нем только сейчас. Ну, так и есть. Ну что, последний бан остается против команды Спаркинг, Аэро Гейминг. Это, я так понимаю, должен быть какой-то мидер неприятный. Может быть, инвокер вообще на крайняк. Или опять сверху ребятки заберут себе какого-нибудь шторма. Правда, здесь консоли много. Его забанили в любом случае. Поэтому шторма не будет. Ну, сверху любой герой улыбается. Даже какая-то Queen of Pains заходит. Слишком мало мгновенного стана. Лина долго замахивается, можно размансить. Ракетка герокоптера не в счет. Ультимейт Котлал в основном в замесах 5 на 5 используется. И Пак неожиданно решает все вопросы с контролем для ним. Вот все вопросы решают. Теперь все литоны, там, Queen of Pain, Ember, Штормы и все, что... Все им подобное вообще не работает. Не нужно драться на кулачную. Но мужика. Да. Нужно стоять сзади... Сзади... Сзади Фейстрис Войда и носить максимальный урон кроссферу. Это Хускар. Не лучший партнер для Войда. Буду честен. Ну, в целом, герой сам по себе плотный и неплохо стоит. Ну, то есть, сложно его пробивать. Он сличел. Он сличел, он хорошо работает. Да. Поэтому... В принципе, сверху все неплохо смотрится. Но, опять же, все зависит от исполнения. Ньюби на первой карте вообще, мне кажется, без шансов переграли. Спаркинг Эролу на второй Спаркинг Эролу переграли. И вопрос, вот, кто в итоге-то сильнее окажется прямо сейчас все еще открыт. Но вот Гирокоптер без Виспа, конечно, откровенно говоря, слабенько смотрится. И, то есть, ему очень много нужно будет по фарму. По-хорошему, сверху ребята просто могут задавить. Ну, задавить, там, может, будет учесть только один Хускар, а остальные герои... Не, ну, Войд при должном фарме, если вот Войд, как у нас, как в прошлой карте выйдет, там, на 15-й минуте уже с Мегастриком и Нетворсом топом на карте, то что ему помешает просто выйти? Это можно сказать про любого героя. Что делать? Ну, любой герой может задавить, если у него, там, Мега-килл, и он выходит с легкой линии, имея Нетворса больше, чем два вражеских кора вместе взятые. Про любого героя сказать. Я говорю о том, что давит один Хускар крепко, чуть-чуть Легион Команды. Остальные три героя, они прямо вот в лейте будут раздавать, там, какой-то щит, который абсорбит в процентах генеральное количество урона. Феникс со своим яйцом, и чтобы это яйцо разбить, нужно, там, больше 15 ударов. И Войд, там, один из сильнейших коров в доте. То есть давит нужно ребятам снизу, потому что, при всем уважении, Гирокоптер не вывезет. Войда, Легион Команды и Хускара под щитом Личаун, это никак не вывезет. Лина может попробовать, но это при условии, что она весь замес будет бить, никто ее не тронет. А тут есть герой, который до нее добирается. Плюс мне не нравится наличие сейва, отсутствие сейва против хроносферы. Если игра реально затягивается, хроносфера и минус кто-то 100%. Не чем спасать. Короче, сверху очень крутой лейт, а вот снизу прям надо поддавить побыстрее. Если я не ошибаюсь, это не кор Лина. Ну, тогда все очень плохо у ребят. По-моему, Муги сел на пака, если я все правильно разглядел. То есть это, получается, один герой, наносящий физ урон, они посадили сами себя на щечки. Да, пак Муги, да, на паке будет отыгрывать. Им нужно, да, им нужно прям бить темпом, перефармливать, забирать рошанов и просто размениваться всю игру себе в плюс. Потому что на блэкинг баре игра тут резко меняется. Прям вот резко. То есть выглядит как игра для сагов. Это мид герокоптер. Так, как выглядит игра для сагов. Они нафармили БКБ и еще один слот на урон. Увидели герокоптера, прыгнули в него втроем, убили его в блэкинг барах, и вот эти герои, они будут просто смотреть, как герокоптеры избивают. Я так понимаю, но время экспериментов продолжается. О, а чего бы и нет. С другой стороны, герокоптеру стоять против Хускара, а Хускар не любит, когда его раздамаживают по КД какой-либо магией. А я думал, наоборот, Хускар любит, чтобы его били, а он регинился. А, все, все, да, 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 простите, все, короче, мне очень плохо. Да, виноват, здесь я сказал глупость, каюсь, да. Он любит, он любит стать на лоу-шемерегейцем. Да, 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 тут сговорить. То есть герокоптер очень опасен где-то на шестом дэвле, когда он закидывает ракетку, нажимает на барэйш и кастует ульт. Но вот к этому моменту Ускару просто не нужно стоять на лоу-хп, он может там иметь больше, чем лоу-шем, чем лоу-шем. Еще можно какие-нибудь стики взять на всех случаях, чтобы можно было иметь прожать. Ну что, мы... за что мы болеем? Если будет слабо, будет быстрый. За красивую доту мы болеем, Дмитрий, обязательно. Я уже за быструю доту болею, учитывая, что у нас еще одна бестов 3, я до 99% уверен, что там будет 2-1, ну прям... Ну, лично у меня, просто когда я комментирую, это 2-1 в каждом матче, и все игры, первые две игры, это просто, знаешь, только игра в поддавки. Сначала одни поддаются, потом вторые, причем они поддаются и на пике, и по игре, то есть поддавки и там, и там работают. Так, что у нас? Лич охотится за бестмастером. А бестмастер тройка. Узко уже неплохо. Лич охотится за курьером. Как неожиданно, Лич просто бежал за бестмастером. Это сколько там, секунд 10. Потом просто взял и убил курьера. Как неожиданно вышел на этого курьера. Так, пак у нас в итоге снизу. Вот такой вот лайнап захотели поставить игроки и команды. Ньюбис, вверху стоит бест, помогает ему здесь котел. Прочнее, Лич вместе с ФСС Флойдом. В миде Хускар отлично просто стартует. Три крипа уже добитых. У Гирокоптера уже проблемы по фарму. Это только был первый левел, а уже второй пошел, и копии полетели. Да. И если Гирокоптер вот сейчас, допустим, не пробивает Хускара, или там не убивает его, то, естественно, линия уже работает на Хускара. Потому что у Хускара без тангусиков 8 хапоригенов в секунду уже. Правда, сейчас можно убереть. Живи, живи, молодой. Да нет, сложно вот так расстрелять. Первый Рокет Бараш не так много урона. Он прожал, видишь? Ну да. На очки он прожал. Вот уже первый брасерок приехал в любом случае. Да, да, да. Ему вот нужно два брасера и просто тыкай в Гирокоптер до посинения. На единичку взять и Нарфайр, на всех случаях, чтобы можно было откинуть Гирокоптер, если тот будет нажимать на Барич. И продолжать с ним размениваться все. Я пока вижу, как Гирокоптер просто грустно стоит и смотрит, когда же крипы наконец дойдут на меня. Да, бедня. Малыш, малыш стоит, скучает. Просто, а Хускар уже сейчас будет мешать все и будет пытаться динать. Ммм, подушкой нормально так мешает. Феникс умер. Хорошо, Лина работает. Лина душит. Да, как-то так. Так, он у вас тут пак в свою очередь фармит. Здесь, понятное дело, все у ребят с команды небе хорошо. Но с другой стороны, на другой линии себя отлично также чувствуют и маны на ФСС Войде. Поэтому тут еще и, слушай, нападение на бисмастера. Бисмастер башек получает вовремя. Успевает сюда фейт. Кидает бланник лайт. А в это время, ну, в принципе, предсказуемый результат. Гирокоптер в виде погибает. Ты знаешь, как он погиб? Он бежал за Хускаром под вышку. Ну, как только у него закончился барэш, он понял, что Хускар генится быстрее, чем он... Знаешь, здесь я не стал бы даже его винить. То есть, с одной стороны, ты стоишь под тавром, ты понимаешь, что все. Ну, то есть, если ты сейчас будешь стоять, то ты точно проиграл линию. Но попытаться как-то напрячь Хускар, возможно, не самая плохая идея. Но мы видим, что в итоге я увенчался. А он радался. Неудача, да. И ему сейчас будет только хуже. Он третьего лвла Хускара четвертого. Хускар скоро возьмет пятый. А что делать? Вот еще вопрос. В лес уходить? Ну, первое, что могу сказать, не ставить гирокоптера против Хускара в мид. Это мысль номер один у меня. Да, дожали все-таки наверху у нас также бисмастера. Это второй фраг уже в копилочку команды SAG. Здесь у нас внизу, вот, единственное, то нижняя линия еще более-менее стоит пока что команда Ньюби. Потому что здесь муги очень богатые, получается, на паке. Ну, и легионка здесь также имеет фарм. В целом, если посмотреть дальше на ласхиты, то есть там идет три героя команды SAG. Ну, и гирокоптер продолжает страдать. Медик Хускар его гоняет. Да. Или помочь гирокоптеру, потому что дважды Хускар бегал на супер-супер лоу ХП. Там где-то 50 сотку он уходил. И в этот момент хорошо иметь какого-то активного ромера, способного прийти и помочь гирокоптеру. Потому что сейчас просто развал. Гирокоптер таскает фласки по КД, чтобы хоть как-то отхиливать. Да, и там проблем еще и по динаям. Очень много динаев у Хускара. Там разница уже серьезная, почти в левел. Он не может эффективно размениваться, потому что давая одну пичку в крипа, он получает там 4 тысячи Хускара в лицо. И в итоге ты как бы добиваешь крипа, а у тебя половина ХП теряется, и ты уже нести фласку. И слишком дорогое. Дорогое удовольствие. В итоге он пошел лес. Лесной гирокоптер, четвертая минута фармит кентавра. Здорово. Говорит. Акью. И в итоге у Хускара полнейший фрифарм. Е-бой. Так и есть. Ну что ж, пятая минута, баунти руна, и подсуетился здесь немножко Феникс, но неудачно там успел гирокоптеры сконтролить, и снизу заберет еще одну лич, и в итоге получается 2 на 2 по баунти рунам здесь ровно. Так, ну и давайте, наверное, сразу же на Нетворс. Ну и мы видим, что гирокоптер имеет примерно такой же Нетворс, как и Лина. На Лина, я напоминаю, это у нас саппорт в этой игре. Да, и где деньги брать непонятно. Гирокоптер, наверное, не тот персонаж, который быстро там как-то фармит лес. Да, это грустно. А Хускара уже понимает, что все, ему на линии ничего не сделают, и спокойно себе дофармливать дальше ПТшку. Даже не стал второй Брейсер брать. Угу. Ну теперь время кушаем. Если гиро ушел с линии, то дальше на вышку. Если гиро подходит, то есть ли гиро один. Хускара может убить, но вот сейчас летит. Заранее летит Лина. Промахивается станом. И Хускар уходит. Слушай, он шанс. Он сделал хитрее. Да, он просто дал тычки гирокоптеру. Он сейчас еще выживет. Он сейчас выживет. Он сейчас выживет. Гирокоптер сгорает. Хускара пытаются забрать. Он все еще живет. Он регенится. И там уже максимально настакана пассивка. Просто не хватает урона, чтобы пробить даже магией. Вообще как убить его. Он сейчас еще он регенится за счет своей пассивочки. И вернется обратно. Стики заряжали. Вот такой летник, я говорил, ему стики нужно ставить. Он уже стики. Но когда их заряжает, не разводит. Он их разводит на стики. На феррифайры. И в итоге они уже который раз ведутся. Такими темпами скоро появится и рамлет. И все. И там, Хускару здесь ничего не сделаешь. Здесь очень много нужно в него физики какой-то вливать. Потому что, ну, магии просто не пробивают. А я болибарду сделал. И просто бы он дал ее к гирокоптерам. Если гирокоптер получит рибарду, физики вообще не будет. И там просто въезжаешь. Да. Да, Лина решила поставить с Хускаром, но... Так, средненько. Ну, слушай, она хотя бы как-то накидывает. Ну, хотя Хускару на самом деле, да, моему очень плевать. Сейчас он готов ставить налог ХП. А наверху, тем временем, нападение очень легко забирает нас с котла. Просто загнали его с руки. Избили. Гирокоптер уже внизу. Просто пытается где-то найти себя на карте. У него по-прежнему два врейсбенда. Просто негде взять фарму, что ему там тапочек какой-то летит. Да. В курьере. А Воид продолжает богатеть тем временем. На линии у Воида все хорошо. Единственная надежда, я не знаю, на пака. Фармящий пак. Как-то перевернется, я не знаю. Это гроб. Вот это надежда. Мужики, 600-ый порок. Ну, а что еще сделать? Ну, гирокоптер выпал вообще. Опаасно. В скобочках получает консферы и умирает, потому что он тонкий. И слабый. Гирокоптер снова вернулся. И только подвышкой он добирает крипов. Вот только за счет того, что Хускар пропущал. А он может так-то держать линию, но, видимо, считает, что он просто в лесу зафармит больше. Да. Он бытро. Плюс в вещички выпил. Так, ну, у нас легионка внизу седьмая. Сюда подтягивается бисмастер и готовность нападать на нее. Но, правда, легионку тоже просто так не забрать. Там рейдропы, там уже брасерок. Скоро появятся фейзы. На помощь выдвигается Смид и Гирокоптер. И также подтягивается котел. Впятером решили на легионку напасть. Ну, давайте. Окей. Есть перетяжка от Феникса. Перетягивается сюда также у нас и Лич. Есть Саленс. Санрейм захиливают. Но все-таки не удалось легионку спасти. Нет, конечно, здесь яичко. И Фениксу тоже больно, потому что там армия просто крипов идет за ним. Гирокоптер дает ультимейт. Начинает натрейливать Лича. Лич погиб. Ну, хоть что-то для Гира. И это получается 3 фрага. Минус офлейнер, плюс 2 саппорта в копилку команды для Ньюби. Но Поро-то продолжает фармить. Хускар даже и не рыпался как-то перетягиваться. Ну, первый хороший мух от Бессмастера. Как я и говорил, Бессмастер это лучших света. Если они захотят выиграть игру быстро, то им придется обязательно с Бессмастером бегать толпой. И реализовывать свои кулдауны, пока не будет Блэкинг Бара. Потому что есть котел. Это суперсильный герой, пока вот ВКБ-шики отсутствуют. И в принципе, Гирокоптер может хоть кого-то развалить с способностями. Понятное дело, что с его фармом Афизема может только мечтать. У него сапога в Рейсбенде. Но он хотя бы может противника бить магией. Брожом и ультой. Но... У него очень мало денег. У него 3200, боже, думаю. У Хускара 5300. На 2000 Хускара. У Хускара армлет. У Хускара уже армлет. Ну все, и как его убивать теперь? Так, ну что ж. Команду 5 рубили Ньюби. Возможно, это им поможет. Сейчас как-то вот в миде выходит Хускар. Его увидели. На него нападать никто не хочет. Или хочет все-таки. Хускар. Дрим Куэл. Здесь легионка. Вилл-у-висп. Хускар живет. Пока что происходит. За так. За хил. Вот сыграет армлетом. Санрей. Пошла дуэль. И хроносфера на месте. Да. Хускара вы забрали. Но сейчас рискуете погибнуть все. Феникс пролетает на икарусдайве. Да. Сгорает также здесь еще и котел. Ну слушай. Хускар в разы богаче был. Поэтому. Даже не знаю. Минус 3 это много. Минус 3. Сейчас посмотрим по рикапу. Что там у нас выходит. Александр. Да. У Хускара он еще не вырос. Да. Чуть-чуть побольше заработали конечно с этой драки. С AG. Да. Но все же. Самое приятное здесь конечно это вои. То что пришел просто все. Съел. Заработал денег. И возвращается обратно на линию спокойно. А. Какая линия? Там уже и тавра то нет. Просто возвращается уже под Т2 практически. Ему что-то летит в курьере. Это Мома я так понимаю. Да. Ну. Не изменяет традиции. Больше фарма. Ну да. В наглую фармит вражеский лес. При том что. Дар там предпринимали попытку пойти поварить их лес. Они не останавливаются. Но Лина чувствует что что-то здесь не то. Она только приближается к горе. И на нее уже убегает легион командор. И. Они будут просто фармить. Да. Ну им нужно просто фармить. А вот ребята. А вот ребята. Сейчас как. Блин. Где они? Алло. Как это? Кто? Ты сейчас про кого, Димон? Сейчас. Ты название ищешь? Что? Нет. 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 Я смотрю кто чем занимается и стараюсь понять чем занимаются Рейдинты. Рейдинтов преимущество. У них узкар сам летом. Но БКБ хочет себе видимо дальше. Да, 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 но БКБ это очень долго. У него сейчас высокий темп и он может спокойно давить и без БКБ. То есть они качаются, качаются. Дайрон нападает на вышку, потому что 2000 за сагами. И сагам вот так вот вышка давать не есть хорошо, потому что это просто вышка, просто пришли, забрали. Опять же хрону наверное ждут, хрон откатит через 30 секунд. Не, можно, можно, да. Но тогда им предоставить каждую вышку пока хроны кд, это слишком дрогая цена. Ну, пока вот так вот, но аккуратно играют. Войд наверху в любом случае остается, сюда подходит котел. То есть нашли и убили. Вот. И как бы еще одну вышку сейчас буду забирать, но тогда нужно им забрать вышку. Но я же говорил, что урона у них супер мало. Они вот своим пиком вышки будут ковырять в вечности. Вот такие размены невыгодные. Потому что пока саги убьют одну вышку, нюби убьют там 4 вышки. Я не делаю сейчас вот максимально правильное решение, пытаются залунить Врошана, поскольку ребятам снизу перетягиваться будет весьма проблематично. Радиент's bottom tower is under attack. Командия эшелона. Так, да. Аегис теперь есть в наличии. Возможно, это сейчас подвинет команду SAG для каких-то действий. Хроносфера тоже, в принципе, откатила. И можно попробовать через нее подраться. Но... Хускар с другой стороны до полноценного БКБ осталось совсем немного. Третьи некра тем временем появляются для беста. Что там у Войда? Войда практически готовы молнии. Сверху. Интересно. Сразу потом тоже БКБ будет собирать. Ну... Или подождет. У меня вообще хотелось показать. Так. Ой-ой-ой. А тут хроносфера по двоим еще. А как спастись? Стан, но тут лич. Уилл Висп. Хорошо, кстати, раскаст от Лины. Лагуна пошла. Уилл Висп никто не бьет. Войда просто выпрыгивает. Забирает котла. Уилл Висп заканчивается. Сюда подтягивается Герокоптер с Рокет Бражом. Я говорю, никто не бьет. Никто не бьет так же Яичко. Есть дуэль. Сейчас взорвется Супернова. И, скорее всего, Герокоптера заберут. Да. Его тоже подконтролили. Минус Мидер. Опять же, напоминаю, команды Ньюби. И на этом драка, скорее всего, закончится. Хускар даже и не собирался в нее приходить. Или нет? А, нет. Там у нас Лину еще нашли под Тавром. Забирают ее. И это еще не конец, потому что драка продолжается. Чайник от Лича полетел. Но он заканчивается. Где-то в Крипах застрял. Пошел, пошел Сноубольчик. Яник старается спасти семи силами, но его здесь быстренько разорвали. А где-то умудрились забрать Вуэда. Это, я так понимаю, через Праймал Рор. Смотри, где бегал. Смотри, где Феникс умер. Феникс умер вот здесь. Смотри, вот здесь Феникс. А вот здесь... А, это Феникса забрали. А до этого Фейд забрал нас все. Да, да, да. Пожалуйста, смотри еще раз. Феникс умер вот здесь. А Хускар, вот я на карте рисую, он вот там бегает. Вот здесь он бегает. Ну, БКБ страшно. Без БКБ страшно. Хускару. Чайникс, я вижу, не страшно. Ну, Хускару страшно. Даже Гвойду не страшно, который бежит без Хускара под Т2. А Хускару страшно, бедняжка. Он стоит, само Боже, мы его убьют как... Что же будет? Так, у нас очередная драка намечается сейчас в лесу команда SAG. Тут за аванпост будет борьба, но теперь с Хускаром. Теперь с Хускаром. Ну, здорово, Вейкси. Пока. Лена такая нормальная. На морозе стоит, вообще не реагирует, что тут бегают люди. Просто идет, перехватывает все тысячи. И вопрос, а что приходили-то? Не безачем. И почти продали Лину и побежали. Так. Бестмастер, бестмастер, бестмастер. Хочется убить Феникса. Хочется убить Феникса. Но, блин, тут столько денег. Тут Некрономикон. Еще один. Как приятно-то войдет все это фарм. Развел в бестмастерное яйцо. Да, и преимущество-то продолжает расти в пользу команды Сэй-Джи. То есть пытаются, конечно, хоть что-то сделать. Вот сейчас внизу нападение на Геррокоптера, правда. Геррокоптер успел откинуть ракету. Но вот Лич бежит у нее. Будет ли Бласт? Бласт он не затянулся. Окей, в это время падает Т2 на центральной. Нет, Лич погибает. Ничего себе. А здесь Лина просто вышла с лагуны. Я понял. Так вот. Т2 забрали в миде. Мидель Тауэра падает. Это вот игра чем-то напоминает мне игру с Сэфом. Сэф нажимал на Блокинг Бар, и ему мало кто что... Ну, кто-то что-то мало может сделать. Потому что он вообще все бит и больше всего денег у Пака. Но вопрос, а что сделать Пак в Ускору по КБ? Пака, Блинк, Пак. Что он должен сделать математически? То есть, да ничего. Да ничего. Просто Ускор пленет на него и пойдет бить дальше. Когда у Пака появится дезолятор, возможно, урона прибавится. Но Ускор он все равно бьет быстрее. И он в 2 месяца поопаснее, чем Пака. Ну, Саис. Ух. Да, Алибарда. Почти готово. И здесь вот ситуация похожая. То есть, единственный корр это герокоптер, который встает со дна уже последние минут 7. И особенность герокоптера в том, что он не так круто работает физическим уроном по сингл-таргетам. Больше работает по уй. Так, у нас тут сейчас... Сейчас все умрут опять. Опять приходит Хускор, опять съедает здесь у нас бестмастер. Убегайте. Просто убегайте, Ньюби. Что вы делаете? Вот войд приходит. Бежать. Ой, господи. Как же им больно. Жесть просто. Представляешь, такой Хускор 7.1. И к твою лезь забегают люди на регулярной основе. Как бы ты себя чувствовал после этого? Я бы уже в Тильте был, наверное. На месте Хускорни, я думаю. Я думаю, наоборот, он окей. Нет, я именно про на месте команды Ньюби я был бы в Тильте. Это точно вот такой вот Хускор. Он этот день в календаре занесет. Он стоит, фармит леску и прибегают люди. У него 3000 хп. Они прибегают к нему и фидят. Ёночка, давай, 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 давай. Пошла, родимая, пошла. Дуэль неудовала. У него читы и хотелось. Как говорится. Да, это очередной фраг. Семерый уже у нас преимущество за командой с AG. Преимущество только продолжает расти. Там уже Курьер выехал в Секрет Шоп и скоро появится Талисман у ворота и будет полноценная Лебарда. Ух, ну, ждем. Ждем. Кстати, Герокоптер тем временем догнал Пака Кэрри. Красавчик. Нормально. Вырвался вперед. Ну, а теперь можно сказать, что не в равных условиях. Только у Пака есть хотя бы эскейп, а у Герычева нет. Так, смог на смог. Смог на смог сейчас. Роковая встреча. ДД. ДД в наличии у Легионки. Легионку пытается забрать. Войт с хроносферой. Войт с хроносферой. Ждет. Ждет, когда ее прыгнуть и дать. Ой, Симона, 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 Симона. А, Симона убегает. Деньги, деньги. Стоять. Стоять. Говорит Феникс. Стоять. Так, пирожок один, пирожок два. Пить по некрачам. Пускай, убей их. Ты смотришь на них. Хорош. 150, 150, 300 золота. Ахота началась. Ристо, легчайшее золото и пак в подарки, который... Ха-ха-ха. Сейчас. Вот. Ты видишь, нет? Да. Что ж ты рисуешь? Нет, не то что ты рисуешь, я не вижу, Димон. Нет. Ты очень жаль. Слава богу, наверное. Где ты нарисовал, Поппингуй? Это здесь. Там знак вопроса я нарисовал. А-а-а, окей. Тут умер пак. Ох, господи, какая замечательная карта у нас в итоге получается третья. И, похоже, ну, ничего не могут сделать сейчас в Ньюбе пусто. Ну, у них пак керри, у них пак легкий. Ну, типа, они его как-то свапнули, так завуалировали, что он, типа, керри, но, типа, на сложный. И там, короче. Нет, ну то, что керри ставит на другую линию, это понятно, как-то. Ты хочешь поудобнее лайнап делать. А-а-а, спасибо пак, да? Да, вот. Здесь, здесь, как бы, да. Это основной вопрос. Короче, пак решил все вопросы с летунами, вот, которых я перечислял, которые могли потенциально хорошо зайти против Ньюбе. Минус котел. Но сайги отлично отреагировали. Они просто не брали никаких летунов, вот, если здесь этот шлак, там, Винув Бейн, Штом Спирит и прочую летающую фигню. Они произвели Хускара. Вот он идет, 3000 хп, у него БКБ, армлет. Убей его. Как? Кто его убьет? Кто в этом пике его убьет? Кто его пробьет? Ну ладно, если они в пятером кинут в него все скрылы, то да, возможно, они его одолеют. Но если там Legion Commander нажмет на одну кнопочку, Хускар в любом случае нажмет на БКБ. Я не вижу, как математически Ньюбе могут убить Хускара при правильной игре сак. Я этого просто не вижу. Ракетка пошла. Да что от этой ракетки, когда Legionка есть пуля в команде? Саш, ты побольше радости принеси в трансляцию, потому что пока... Да? А то ты уже мою роль выполняешь. Ты поддушиваешь, а я наоборот стараюсь... Да, Димон, мы поменялись, да. Сгладить углы, да. Хоть как-то. Что им сделать? Там Рошан сейчас появится. Второй уже, это Сыроегис, будет еще сложнее. Задача усложняется в разы, так скажем, для команды Ньюбе. Чтобы что-то сделать сейчас. В математическую формулу мы добавляем, умножаем на 2. Да, да. А еще, может быть, и на 3, если он еще умудрится еще и сыр потом прожать какой-нибудь. А если он соберет Сатаник, там еще изначальное значение будет уже 4К. Да. И гирокоптер вот этот вот с Сашей, Яшей и барабанами, он смотрит на это, делая. И говорит, парни, ну я вам барабанчики прожму, а вы дальше сами. Ну, получается, уже бафер на команду. Ну, барабаны, конечно, вот эти вот плюс 4К статам, мое уважение. Я не думал, что их кто-то еще собирает на корах, но, видимо, да. Видимо, еще есть такие старички. Да, ну что ж, быстро очень упал Рошан. И одинокий Тауэр, последний Т2, стоит наверху. Ну и стоять ему, скорее всего, осталось недолго. И одиноких... Ты проси, что перебил. И одинокий Хускар идет по центру. Понимаешь, что ему вообще пофигу. На всех вот в команде противника. И... Нюби нужно спидпушить. То есть бестмастеру нужно бежать на другую линию и оттягивать любыми возможностями драфу 5 на 5 в Торнесак. Ему нужно делать все возможное, чтобы они не дались 5 на 5. 5 на 5 им конец. 5 на 5 тут без шанса. Так, Сливер выпал для команды Ньюби. Это, конечно, все замечательно. Но тут у нас сейчас рискует гирокоптер в таверну. Дует. Что-то легионка потерялась тут немножко. Да. Куда бежать? Кого бить? Ну, а Войд уже внизу. У Войды готовые БКБ. Все хорошо. Свеженькая, 10-секундная. Почти готовый Мьелнер. Спокойно подпушивают линию нижнюю. А, я так понимаю, ребята из команды Ньюби хотят в сплитпуш играть. Но они не успевают, да. Бестмастер из-за того, что бегает другой. А он вообще в лесу фармит. Мужчина вышка ломает. Они просто не успевают сломать вышечку сверху. Не успевают никого стянуть. Это легчайший заход для хр. Да, просто бараки голые можно добить так же. Ну да. Главное, как, аккуратненько встать, чтобы там ауе не прошлось по всем. Так, опа. Вот это ворвался пак только что. Ты не видел? Это кэрри. Нет, нет, нет. Ты не видел, что произошло. Пак прорывается. Я на бестмастера смотрел. Смотри, бестмастер делает все правильно. Бестмастер бьет вышку. Он хочет, чтобы кто-то из сагов пришел на деф. Но учитывая, что пак умер на равном месте. Пак прыгнул. Готов был уже поставить, я так понимаю, весь рассказ создать. Но баш с первого же удара воида как бы просто... Просто... На! Обстановил его. Наберет, наберет. Пускай 4 тысячи жизней. Ребята, бьем его. 130 хп реги на секунду. Ребята, убиваем его. Дримкоил, ультимейт гирокоптера. Все поставили. Виллу в виз поставили. И бестмастер красавчик. Бестмастер взнес барак. Ну да, слушай, барак забрал. Уже нормально. Бестмастер пока это вообще, по-моему, единственный человек, который... Он, конечно, там где-то умирал криво, но... Он сейчас второй заберет? Он второй забрал? Должен, должен, должен. Короче, бестмастер сейчас единственное светлое пятно в команде Ньюбе. Он единственный, кто работает. Он... Он сторону забрал. Так самое забавное, что он реально забрал сторону. Там барак второй не добили на нижней линии игроки. Да, 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 ну... Я уверен, что саги, они поймут, что надо как-то это... Заканчивать? Дефать. Наверное, да? Вообще, пока... Вот они центральную сторону снислить, они могли просто отойти, защититься, прогнать бестмастера. Довольствоваться тем, что они снислить только одну сторону. Потом спокойно пойти и снисти их там. Но они жадничают. Не хотят всего и сразу. Котел. Как ваши дела? Там у тебя время еще и гирокоптер умер где-то. Да, слева. Так, ну что, Т2 одинокий наверху все-таки упадет или нет? Вот в чем вопрос. Потому что сюда очень уверенно идет команда SAG. Уходит отсюда. У нас вроде как муги, точнее, должно уходить. Мои гирокоптеры. Ну а снизу Лина вместе с бестмастером уже потушивают. Т3, слушай, пока что сплит пуш, нюбе неплохо играют. Да. БПМчик отрабатывает по красоте. Хорошо. Да, тауэр падает, пришел сюда на защиту Феникс. Просто попытается все, чем может откинуться, чтобы не запушили Т3. А в это время наверху ребята из команды SAG заходят на вражеские ХГ. Кусик разгоняется, чтобы бить быстрее. Никто вообще не хочет иметь с ним дело, всех можно понять. Там Маеги, Сатаник, а там, не то есть там, Сатаник и сыр, который по силе равен почти аису, вот в том, что это все. Его бьют. Ему вообще кисло на любые тычки с руки. Да, он заходит под Соларом начинает бить. А вот и хроносфера. Привет, Праймал Рор, ненадолго останавливает Войда. Ну, этого хватило, чтобы хрон опереждать. Правда, Лину это все-таки не спасает. Бэйбэка у Лины нет. У Вилу Виз потрачен, он заканчивается. БКБ скоро закончится также у Хускара, но в любом случае у него есть сыр. И бояться ему особо здесь нечего. Специально прыгает на Греба, чтобы поменьше КП себе сделать. Врывается Пак, спасибо, что не башь с первого удара. Ну и в этот момент просто ГГ пишет Гирокоптер. На этом заканчивается третья решающая карта. Ну и, опять же, достаточно уверенная, по-моему, и предсказуемая пользу команды SAG. Учитывая, что они взяли Гирокоптера без какой-либо поддержки хорошей. Я имею в виду про Виспа. И вообще отправили в МИД. Вообще очень странные распики получились. Ох, великолепная китайская дота. И опять ситуация, посмотри, опять вероятность победы провалилась просто там еще до десятой минуты. И третья карта подряд просто по одному и тому же сценарию. Причем, знаешь, они, конечно, фидели не очень сильно, но, объективно говоря, здесь слишком большой уровень на пике. Ну, то есть, почему керри-пак, почему там один кор на команду Гирокоптер, которого еще и на линии там хорошенько побили? Почему они вот такие бики делают, которыми выиграть в 10 раз сложнее, не знаю, может быть, в 20, чем вот пиком SAG? Ну, зачем они настолько сложняют себе жизнь? Ну, не знаю. Это можно было бы, наверное, узнать в постматчевом интервью каком-нибудь. Да, я бы разнес, я бы прям ворвался. Но, к сожалению, у нас такая опция не... Да, но у нас есть опция уйти на паузу перед следующей серией. Но я думаю, что мы ей воспользуемся. А вы никуда не переключайтесь, вернемся к вам сразу по готовности.